КОНЕЦ 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 Я большая, ну и что же, Лучше возрасту не вей, Чем гостее, ты положишь, Мне б хотела быть теперь. А с тобой от тебя убегу, От тебя разлюбить не могу. Что случилось, сердце строго, Растревожиться вдвоем, По скотинкам, по дорогам Хорошо идти вдвоем. А с тобой от тебя убегу, От тебя разлюбить не могу. Что же я смотрю здорово, Разве смотрят, как любя, Золотого, дорогого, Так отпадет от тебя. От тобой от тебя убегу, От тебя разлюбить не могу. Тебе не надоела эта легкая музыка? А что? Ты не мешаешь мне работать? Ну, я больше не буду. Галя! Что? Ты знаешь, мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, говори эту вещь. Мне кажется, что я чуточку влюблена. А тебе не кажется, что ты чуточку глупа? У тебя экзамен сегодня, ты готова? Да. Как будто. Как будто, кажется. Надо знать точно, а не ощущать. А что такое? В голове одни пустяки. Вот эти еще неожиданные признания. Калина! Какое признание? Шурка. Больна ты, что ли? Я совершенно здорова. Что с ней? Шурка очень неустойчивый субъект. А ты, мама, ты во всем потакаешь. Если бы отец был живым, вряд ли бы он одобрился. Я, значит, во всем виновата. Я никого не виню. Но как старшая сестра, я считаю себя ответственной за Шуркина поведение. Тебе не рано? Ты куда? Подруги заниматься. Шурка, на, возьми на дорожку. Подожди, мы пойдем вместе. Нам в разные стороны. Хорошо. О! Ой! Простите, пожалуйста. Галина Сергеевна, как ты сегодня рано? Мне поделся. Да? Поехали. Ну, не уйдет. Ну, не уйдет. Да? Галина. Здравствуйте. Здрасте. Распишите, я вас провожу. Пожалуйста. Прекрасное утро сегодня, не правда ли? Да. Вы не видели шум? Она прошла. Куда? Туда. Простите. Галина, мне нужно поговорить с вами по очень важному делу. По очень важному? Да, для меня. Начинайте. Знаете, я хотел сказать вам одну вещь. Ну, говорите эту вещь. Мне кажется, что я чуточку... Влюблен? Да. Кого? Вас. А вам не кажется, что вы чуточку глуп? Глупости, Глеб. Мы с вами научные работники. У нас важные и большие задачи. Нам некогда заниматься пустяками. Ну, не дуйтесь. Вы совсем как наша шумка. Я не знаю. Простите, Глеб, я спешу. Уже мой замок. У нас... Глупо. Ему не готовы. КОНЕЦ Вам телескоп или бинокль? Дайте бинокль. Петр Никитич! Что? Вы не сверпитесь на меня за то, что я вас сюда вызвала, а? А, нисколько, пожалуйста. Я сегодня свободен. Вы знаете, я тут смешила. Да? Да что это вы оглядываетесь? За нами могут следить. Кто? Да сестра. Я ей сказала, что я только подруги занимаюсь. А почему? Вы что, же боитесь ее? Нет. Она воображает, что я маленькая. И следит за каждым моим шансом. Сестра заботится о вас. Она, очевидно, вас очень любит. Да никого она не любит. Я только одну обожаю. Кстати, Шура, вы мне принесли ее работу? Да. Вот вам ее работа. Спасибо. А вот вам моя работа. Спасибо. Но говорят, дарить платок к разлуке. Глупости. Я в тебе это не верю. Да? Нет. Дайте телескоп. Дайте телескоп. Телескоп еще хуже. Телескоп? Ну вот, и остановка. Петр. Да? Скажите, можно наши отношения назвать романом? Собственно, дело не в названии. А, ну да, я понимаю. Единство формы и содержание. Какой вы еще ребенок, Шура. Ну вот, и вы тоже, вроде нашей коленой. А что такое? Ой, я падаю на экзамен. Ну, до свидания. До свидания. Вы обязательно заходите к нам. Я вас познакомлю с нестрой. Ой, 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 ой. Смотрите-ка. Товарищи граждане, успокойтесь, она сейчас очнётся. Она сама виновата. Скорую помощь надо вызвать. Товарищ военный, вы ей ворот, ворот расстегните. Какая хорошенькая. Надо, гражданочка, соблюдать правила. И не заглядываться по сторонам на кавалеров. Вам больно? Мне совершенно не больно. Ну вот, говорил я вам, вот и очнулась. Разрешите, я вам помогу? Я сама. Ну что же вы смотрите? Вы, дорогой товарищ, счастливо отделались. Нужно быть аккуратней. Бред наука. Случайность. Ну, знаете, ничего случайного не бывает. А всё имеет свои причины. Вы, очевидно, страдаете близорукостью. А вы болтливостью. Дайте гривенек. Да, кстати, по-моему, это ваши очки. А вы, очевидно. Ну, нет. Да, как-то. Теперь мы извлекаем сердцем. Заварим за вас? Вас к телефону. Одну минуту. Не трогайте ничего без меня. Да? Глеб? Да, я. Глеб, вы можете сейчас приехать на Ленинский город? Вам как будто бы доставляет удовольствие мучить меня. Ну, о чем? Сердце! Сердце не трогайте! Балбан! Галина! 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 Разрешите, я вас подвезу. Вы же подвергаетесь опасности. Я прекрасно доеду сама. Вы, очевидно, очень увлекаетесь велосипедом спортом? В меру. Вот я смотрю на вас и никак не могу определить, кто вы. Вы всегда так начинаете ваши уличные знакомства? У меня нет систем. Зато большой опыт. Может быть, вы балерина или вообще артистка? Маникюрша! Товарищ Мурашова, а ведь вы ничего не знаете. Нет, профессор, я знаю. Ну, в того случае, вы очень ловко умеете скрывать свои знания. Профессор, спросите меня еще чего-нибудь. Ну, хорошо. Тогда расскажите мне о буржуазном романе начала девятнадцатого века. Романе, я забыла начало. Забыла начало. Ну, в таком случае, начните с конца. Разрешите мне прийти осенью. ИGH. ИГРАН example НУСТИ Тирка, дорога, хорошо идти вдвоём От собой, от себя ступим. Ну что же это такое, Шура? Не знаю. Может быть, тебе учиться надоело? Может быть, ты хочешь замуж? Может быть, тебе хочется стать домашней хозяйкой? Я не понимаю, Галина, ну неужели этого с тобой никогда не случалось? Это же простая случайность. Ничего случайного не бывает. Всё имеет свои причины. Вот что, вы поедете со мной в лагеря. А куда же мы там с Шуркой денемся? Можно устроиться где-нибудь поблизости на дачу. А из Москвы надо уехать подальше от всех этих случайностей. А кто же нам эту дачу припасёт? А я попрошу, мне помогут. Я поеду сейчас же в университет. Впрочем, я не спросила, согласна ли ты. Я не хочу насиловать твою волю. Я не слышу. Согласна. Вот теперь слышу. Согласна. Я не слышу. Согласна. Согласна. Вам букет? Да, пожалуйста. Со значением или без? То есть? Для дамы или для девушки? А, для девушки. Одну минутку. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю вас. Дяденька, подари цветочек. Какой ты? Иди, иди. Вы? Простите, я... Вы меня проследили? Как посмелились? Простите, я собственно... Я вам не давала ни малейшего повода. Уверяю вас. Уверяю вас, что я сосныник. Как вам не стыдно? Спасибо, дяденька. Спасибо, дяденька. Вы ко мне? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо Аркадий Васильевич, простите Что ты говоришь? Нельзя ли устроить вместе со мной мою сестру и мать? Сестре необходим свежий воздух Что, сердце? Да и вообще Ах, вообще, это пустяки Рекомендую шиповник Витамин С До свидания До свидания Галина дома? Входи, входи У нас тут горе Галина? Провалилась Куда? Тьфу ты, Шурка моя простоволосилась Пойди ты к ней Может, с тобой поговорит Шура, вы не школьница, а студентка Ну, неприятно Ну, противно Ну, ведь это же не трагедия Пошли не перестазить В общем, не беспокойтесь Я вам помогу И главное дело Понимаете, Глеб? Ведь литература Это же мое самое любимое Я все знаю Да? Никто ничего не понимает А чего не понимать-то? Все понятно Это тебе перед сестрой совестно Да это она даже, может, во всем и виновата Она Колючая Холодная Злая Мои очки с простыми стеклами носит Ну, да Да Ага Антонина Васильевна Что такое? Будьте любезны Голубушка Уберите, пожалуйста, ваш велосипед Мои клиентки постоянно обнимают тепло Да сейчас, Голубушка, сейчас А что это у вас Шурочка? Что Шурочка? Больна, да Здорово 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 Ну-ка, где машина дайте, ее поправлю Кто это? Тамара Спиридонна Маникюрша Довольно, Шура, стыдитесь Надо призвать разум Не надо теряться Надо действовать Вот я Белок А сейчас же на ваших глазах В два счета починю машину Ну, попробуй, попробуй Ну, простите Шурочка, у вас к телефону Очень приятный мужской голос Шура Здравствуйте Здравствуйте Петр Никитич Вы почему не пришли? А, я приходил То есть я, собственно, думал зайти Но, понимаете, тут вышло Что вышло? Говорите громче Я говорю, история одна вышла А, ну, это, в общем, лучше Что вы, в общем, не пришли Шурик Вы долго еще будете говорить? Сейчас, Тамара Спиридонна Еще одну секундочку Мне телефон очень нужен Хорошо Пожалуйста Петр Никитич, здесь телефон очень нужен Давайте скорее С кем вы говорите? Тед соседка Говорите громче Одну минутку, пожалуйста Да, да Ты от соседки А кто она? Чем она занимается, ваша соседка? Она маникюша Маникюша Я не могу громче, понимаете? Понимаю, понимаю Все, понял, все Петр Никитич Шурик, душенька Мне телефон нужен до зареза Сейчас, сейчас Еще полсекунды Сейчас, так в самом деле В конце концов, у нас коммунальная квартира Петр Никитич Ей телефон до зареза нужен Кому? Маникюрша? Да пошлите вы ее к черту Петр Никитич Вы знаете Мы уезжаем Что-что? Куда? Мы уезжаем все вместе на дачу Сестра будет читать лекции в лагерях А мы будем жить где-нибудь поблизости деревни Все лето Петр Никитич Значит, мы теперь с вами долго не увидимся А вы постарайтесь устроиться Около наших лагерей Каким? Около наших, Юрьевских И тогда мы с вами будем встречаться Да Ну, так не бывает Ну, как же Шурочка! Что-что? В случае, время, товарищ, время? Одну минуточку Шура! Ой Алло Повесьте трубку Простите Антонина Васильевна! Что? Вы что, уезжаете? Куда? Куда? На дачу В деревне будем жить Под лагерями где-то Галина направляют в лагерях? Я С бригадой? От университета? Я, голубчик, подробностей не знаю Ну, как же этот Вы так, Антонина Васильевна, не в курсе А вот так вот и не в курсе Постой, постой А велосипед-то? Я его потом дочую Простите Простите, профессор А, это вас не стручит Пустите, пустите Пишите Скажите, профессор А что доцент Мурашова? Она состоит в вашей бригаде? В общих списках она значится Дело в том, что она математика Вот было бы очень хорошо Заполучить ее нам А вы с ней знакомы? Да не совсем с ней А с кем же? С ее работами Ну, я не знаком с ее работами Я астрофизик Но я знаком с ней лично И я не возражаю Тем более, что биолог за вас Отказал смерти Аркадий Васильевич, я еду Позвольте, дорогой товарищ А, сердце Сердце прошло Витамин С Я говорил, шиповник Делали чудеса Аркадий Васильевич Ну, а как же мы решили с Мурашовой? Дело в том, полковник, что ей нужна дача для семьи Дачи профессора у нас в лагерях нет Но мы их поселим поблизости Я думаю, что это легко устроить Хорошо, тогда пишите Ершова То есть Мурашов Разрешите, я ей позвоню А, пожалуйста Спасибо Ее номер? А, я знаю Ах да, вы ведь знакомы с ее работой Да, да Товарищ Мурашова Здравствуйте Вы меня не знаете Притворяется С вами говорит представитель подшепной части Они отлично знают друг друга Вы думаете? Я достаточно пожил на этом свете Вопрос о вашей поездке в лагеря решен положительно Лопаты о вашем себе соберем на себя Скажете, это наше подшепное лагеря? Да, да Это и есть Юрьевский лагеря Очень вам благодарна До свидания Ну, все устраивается отлично Сейчас со мной говорил один военный Очень любезный товарищ Обещал оказать содействие Ну, ты с мамой поедешь немедленно Вам здесь делать нечего А я, я приеду после с профессором Ершовым А в какие лагеря вы поедете? Это так называемые Юрьевские лагеря Галина Шурка, что с тобой? Начинается Ой, товарищи Поймите, это же Юрьевские лагеря Ах, извините С вами забыли согласовать Да нет же, ой Простите, ради бога, простите Шурочка, вас опять к телефону? Все тот же приятный мужской голос Ах Мама, где скажешь, что у меня дома? Сиди, мама Я сама расскажу Кто просит Шуру? Знакомый А, знакомый Вот что, товарищ знакомый Александра Сергеевна подойти не может Кстати, она надолго уезжает из Москвы Так что больше не высотой Я очень рад Очень рада Ну что ж, тем лучше Ну, как с нашими шефами? Все в порядке? Краснеть не придется? Да думаю, что не придется Нет Да, а как с семьей Мурашевых? Устроили? Все в порядке Ну, хорошо Я слышал, что среди шефов есть женщины Да, есть, а что? Надо бы их встретить цветочками Ну и что, встречай Понимаешь ли, мне как-то неудобно А что ж неудобно? Передай лучше ты, а? Э, нет, передавай сам Ну, не выбрасывать же их Ну, передавай Ну, ладно, по-приятельски выручил Здравствуйте, товарищ Заварцев Здравствуйте 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 А, профессор, здравствуйте А где ж товарищ Мурашев? Товарищ Мурашев в следующем городе Опять? Да, опять Ну, знаете Благодарю вас Здравствуйте Вот, стаконись Наш молодой доцент Мурашева Добрый день Товарищ полковник Я должна поблагодарить вас за заботу о моей семье Ну, что вы, что вы Вот у меня к вам просьба, товарищ Мурашева Да Не сможете ли вы, помимо лекций, провести Несколько занятий по математике С нашими будущими академиками Пожалуйста Я сюда за этим приехала Ну, вот, организацию этих занятий я возлагаю на вас, товарищ Ковчин Есть, товарищ полковник Ну, поехали Ну, что ж, пошли Куда? Что у вас тут, а? Стартер балует А ну-ка, давайте я вам помогу Прошу вас туда, профессор Да Прелестная, прелестная машина Да, это новый образец, профессор Она у нас на испытании еще Ах, на испытании? Да Ну, это, разрешите на испытанной Можно? Пожалуйста, прошу Прелестная, ну и прелестная Ну, вот, все в порядке Я поеду в другой машине Ну, а мы с вами поедем в этой машине Разрешите, я поведу машину Без приказания я не имею права передать вам руль Что такое? Товарищ полковник Разрешите мне сесть за руль А вы умеете управлять машиной? Да Вот Пожалуйста, не возражаю Благодарю вас Вы пересядете в первую машину А Заварцев перейдет сюда Я же не могу оставить машину Все стало вокруг белубым и зеленым В ручьях запурлела, затела вода Вся жизнь протекла По бесценним законам Теперь от любви Не уйти никуда, не уйти никуда Никуда Любовь от себя Никого не отпустит Над нашим окошком Пойдет в голове Любовь не отдал Крепче держите руль Сидите крепче в машине Неплохая мелодия Как это будет? Сейчас будет Прот Берите влево Но ведь я же вам говорил Нужно брать влево А вы что, боитесь ноги замочить? Разрешите? Идите сюда Ну что же вы, боитесь ноги замочить? Давайте руку Беритесь Толкайте Разрешите я сама Есть Сама Что случилось? Маленькая авария А почему бы вам не помочь ей? А товарищ Мурашова все делает сама Сама ломает, сама чинит Прелестно Прелестно Что это значит? Тут все очень тонко разыграно Вы думаете? Поверьте мне, голубчики Я достаточно пожил на белом смеси В т comedian Прелестно Ты не выгадала Ск SMX Поверьте мне, silver UAV Кланип Субтитры Серьезное повреждение. Придется полчаса повозить. Вы думаете? Я всегда думаю. Рекомендую и вам то же самое. Слушаюсь. Прошу садиться. Прошу. Продолжение следует. 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 вам известно, что Луна – спутник Земли. Это погасшее светило. Сияет, так сказать, отраженным светом. Как говорится, светит, но не греет. Время обращения Луны вокруг своей оси равно времени обращения ее вокруг Земли, благодаря чему нам всегда видна только одна сторона Луны. Мы, так сказать, имеем о ней весьма одностороннее представление. Вот эта вот обыкновенная ящерица является ближайшей родственницей знаменитых хамелеонов. Хамелеонов! Ищите ее! Вот она, вот она! Александра Сергеевна, можно вас видеть? Вы не видели вашу сестру? Нет, а что? У нас не назначено занятие. А, нет! Шура, я должен с вами поговорить. Ой, у нас тоже занятие. Водите вот сюда. А где живут исполинские саламандры? Я уже говорил, только в Северной Америке. А жабы водятся везде? Да, жабы водятся везде. А где же группа? Видите ли, получилось так, что группа это я. Во-первых, это неостроумно. А во-вторых, пообещали не искать со мной личных встреч. Я шел на урок. А пришли? Если вы желаете, могу дать объяснение. Меньше слов и больше делать. Начнем, если вы пришли на урок. Решите задачу. Ой, простите, пожалуйста. Нет, ничего, пожалуйста. Луна лишена атмосферы и воды, а следовательно, и жизни. Но в нашей жизни она играет известную роль. Своим притяжением она влияет на морские приливы и отливы. Даны две рельщины. Средняя геометрическая двух чисел и их средняя арифметическая. Какая из них больше? Из двух величин вам придется выбрать одну? Разрешите приступить? Пожалуйста. Может быть, вам помочь? Нет, я попробую сам. Надо найти разность между этими величинами, верно? Правильно. Если эта разность положительна, то а больше б. Если она отрицательна, то а меньше бы, верно? Верно. Никогда не думала, что вы действительно интересуетесь математикой. А почему вы, командиры, не интересоваться математикой? А я имею в виду не профессию, а характер. Ну, знаете, не будем говорить о характере. Верно? Нет, неверно. Ого! Занятие на полный ход? Маленькая авария. Что, товарищ? А, товарищ Колчин из двух величин выбирает одну. А почему бы вам не помочь ему? Товарищ Колчин все делает сам. Сам ошибается, сам исправляет свои ошибки. Прелестно, прелестно, прелестно. Если это положительно, то разность d отрицательна, верно? Верно. Следовательно, m плюс n, деленное на 2, больше квадратного корня из mn. Выбор сделан. Теперь-то вы понимаете лицемерие и ханжество Галины? Понимаю. Но я не допущу этого. Я ее выведу на чистую воду. Правильно. У меня есть план. Кривая ошибок. Ошибок крива. Простите. Пожалуйста. Мне нужно поговорить с вами по очень щекотливому вопросу. По вопросу. Прошу. Я знаю все. Мне известно, что еще до лагерей вы были знакомы с Мурашовой. О какой Мурашовой вы говорите? Вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Дружескими отношениями с вами связана только одна Мурашова? А почему, собственно, это вас интересует? Принципиально. То есть как принципиально? Вы военный? Ну. А я научный работник. Ну и что? Что? Истина для нас дороже всего. Скажите, вы серьезно относитесь к ней? То есть? Ну, так сказать, собираетесь, например, жениться. Вы слишком торопитесь, товарищ Заварцев. Жениться. Это ж не стакан воды, ведь. Это очень ответственный шаг. И кроме того я всегда относился и отношусь к Мурашовой как к девочке. Как к девочке? Ну, конечно, и очень непосредственно. Вы плохо разбираетесь в людях. Это взбалмошный эгоизм. А по-моему, слишком привилечиваете. Вы на меня не сердитесь? Нет, нет. Вообще, товарищ Заварцев, понимаете, жена, любовь и мрак, да и семья. Все понимаете, это очень серьезные вещи. Однако... Что? Мне казалось, что эти очень серьезные вещи вы к ним не очень серьезно относитесь. Неужели? Поверьте мне, что мне это очень неприятно. Тогда нужно этому положить конец. То есть? Объяснитесь и немедленно. Я с удовольствием, но она меня избегает. Игра, не верьте. Вы идете туда? Отдавайте. Поверьте. Поверьте. Пожалуйста, передайте ей вот эту записку. Хорошо. До свидания. Куда? Ведь так же проще. Вот именно. Извините. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда. Никуда не уйти никуда. Вот от тебя никого не отпустим. Над каждым окошком поют славьи. Любовь никогда не бывает без грусти. Но это приятней, чем грусть без любви. Слушай, тебе не надоела эта легкая музыка? Нет, а что? Ты мне мешаешь. Извини, пожалуйста. Шура, знаешь, мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, скажи эту вещь. Мне кажется, что я в Колчино чуточку ошиблась. А тебе не кажется, что ты в Колчино чуточку влюбилась? Что за глупости? Я говорю о нем, как о человеке. Да, в нем есть воля, культура, ум, характер. Нет, это можно сказать только о Заварцеве. Заварцев? Заварцев удивительно легкомысленный и пустой субъект. Ну ж, знаешь, не тебе судить о Заварцеве. Ну, не тебе судить о Колчино. Ой. Откуда у тебя этот лоток? Кажется, как будто мне его дала мама. Кажется, как будто. Надо знать точно, а не ощущать. Здравствуйте. Здравствуйте. Все занимаетесь? Да, здравствуйте. А, болящее? Ну, как здоровье? Как сердце? Сердце? Хорошо. А шиповник пьете? Шиповник? Пьет, пьет. Очень хорошо, очень хорошо. Я всегда говорил, витамин С делает чудеса. Особенно в сочетании с свежим воздухом. Аркадий Васильевич, знаете что, идемте-ка я вас угощу козьим молоком. Козьим? Очень хорошо, очень хорошо. Правда, я предпочитаю простоквашу, но козьим. Колчин во всем сознался. Ну? Вот она, улика. Вот оно, последнее звено в цепи доказательств. О чем вы говорите, Глеб? Письмо Колчина Галине. А что он пишет? Я не читаю чужие письма. Чужие письма читать нехорошо. Конечно, нехорошо. А что же нам делать, а? Прочесть? Прочесть. Из-за меня он не может бывать здесь. Каков? Нет, она какова. Но я ему раскрыл глаза. Галица Рьяна, ваша сестра чудесная девушка. Да, но только вы знаете, она еще очень легкомысленно. Она увлекается всякой чепухой, тайными свиданиями, любовными записками. Любовными записками? Да. Галина, вам записка. От Колчина. Это какая-то глупая шутка. В каждой шутке всегда есть доля правды Галины Сергеевны. Вот я сейчас пойду и об этой шутке расскажу командиру полка. Приверсно, приверсно. Скажите, пожалуйста, командир полка здесь? Кажется, здесь. Подождите, я сейчас доложу. Будьте любезны. Товарищ Шеремеев, вас как будто подменили. Вы же были у меня в роте одним из лучших бойцов. Что с вами? Ну что, влюбились вы, что ли? Есть, товарищ старший лейтенант. Влюбился. В кого? Учительница она у нас в селе Кирилловке. Начальник школы. Вот. Похоже, в общем. Ну что, все в порядке, значит? Нет, не совсем. А что? Характер не важен. Учит она мне все. Почему учит? Да все это не так, то не так. А вот об этом самом ни слова. О чем об этом? А вот о совместной нашей линии. О любви, значит. Ну, а вы ей ответ пописали? Пишу. Ага. И давно пишете? Нет, не очень. Девятый день. Разрешите прочесть, товарищ старший лейтенант? Ну что ж, читайте. Уважаемые Нюся, здравствуйте. Вот вы меня об успехах спрашиваете, а я все о вас думаю, ночами не сплю. Стал даже отставать на уроках, а на командира роты товарища Полчина. Мне стыдно даже глаза поднять. Только все это вот не так, и все это не то. Я знаю, что не так. Ну так вот, вот вам лист бумаги, перо, пишите. Пишите так. Уважаемая Нюся, здравствуйте. Спасибо за письмо. Только вы мало о нашей любви пишете. А по-моему, любовь всякому делу может оказать помощь. Точка. Как был одним из лучших бойцов, так и остался. И командир роты, товарищ Колчин, мной доволен. Ведь это же не правда, товарищ старший лейтенант. А это от вас зависит сделать это правдой. Понятно? Есть сделать правды, товарищ старший лейтенант. А остальное пишите сами, только не размазывайте. Товарищ старший лейтенант. Что? Разрешите карточку. Здравствуйте, вы меня спрашивали? Здравствуйте. Товарищ Колчин. На минуточку. Это как раз к вам тоже относится. Дело в том, что... Дело в том, что занятие группы в прошлый раз по математике чуть не сорвалось. А чьи или нет? По моей. Мне показалось, что группа слишком малочисленна. Группу можно увеличить. Нет, дело не в количестве. Я согласна продолжать занятие в том же составе. Это даже лучше для более углубленной проработки. Вам виднее. Ну вот, я хотела назначить занятие сегодня вечером. Сегодня в клубе репетиции оркестра. Ах, вот как. Ну что ж, может быть, тогда перенести занятие ко мне на дачу? В порядке исключений я не разражаю. Ну, очень хорошо. Разрешите идти? Да, пожалуйста. Идите. Все в порядке? Да, благодарю вас. До свидания. До свидания. Женщины предпочитают чувство разума. Разум, разум. Ну? Разум никогда не бывает им полезен. Это возмутительно. Шурочка, не возмущайтесь. Помните, изучая Стриндаля, мы должны иметь в виду нравы буржуазии первой половины девятнадцатого века. У вас клюет. Ой. Рано. Ой, простите, Глент. Пожалуйста. Вот так. Кодекс любви двенадцатого века. Кто не умеет хранить тайну, тот не умеет любить. Второй параграф. Никто не может быть влюбленным одновременно вдвоих. Глеб, вы знаете, я вам давно хотела сказать... Ой, шляпы! Ой, Глеб, 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 Глеб. Ой, Глеб, 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 Глеб. Супер! И чего ты разложил? Кто к тебе в такую погоду заниматься придет? Мама, волчин красный командир мне красная девица не растает. Пойдите, товарищ Кулчин. Майор Пыляев явился на занятия по математике. Пожалуйста, садитесь. Раздевайтесь, товарищ майор. Младший лейтенант Тайденок, разрешите присутствовать? Пожалуйста. Присаживайтесь, товарищи. Товарищ преподаватель, явились на занятия, разрешите? Пожалуйста. Мама! Мама, принеси, пожалуйста, стулья. Пожалуйста, товарищ лейтенант, пройдите сюда. Ничего, ничего. Я постою. А товарищ Кулчин что, испугался грозы? Разрешите доложить? Товарищ Кулчин сегодня на занятиях присутствовать не может. Я думаю, что можно открыть окна. Здесь душно, ветер, кажется, стих. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Кажется, твоя записка. Чуть был не выпросил. Товарищи, ввиду особых обстоятельств, я должна закончить урок ровно в восемь. Товарищи, не будем отвлекаться. Единственное пират. Приступим. Я прилагаю все усилия к тому, чтобы быть сухим. Я хочу заставить молчать свое сердце, которому кажется, что оно имеет много что сказать. Будьте здоровы. Спасибо, Глеб. Вам не холодно? Нет. Глеб, вы знаете, вот я все давно вам хочу сказать, что я и Кулчин в Москве были. Я, Кулчин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня давно ждете? Я вас совсем не ждал. А я так торопилась. Я была занята. Будьте здоровы. Спасибо. Пятники, я слушаю вас. Будьте здоровы. Пятники, пройдемте к веке. Спасибо. Пётр Никитович, а? Теперь уж нам действительно никто не помешает. Мы одни. Я слушаю вас. К чему они кружат на одном месте? Они попали в водоворот. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажите, мой приезд сюда устроен вами? Да. Я так и знаю. Галина Сергеевна, я должен вам сказать всю правду. Дело в том, что знакомством с вами я обязан Шуре. Вы пригласили меня, чтобы сказать мне только это? Видите ли, я вас не приглашал. Ах, вот как! Интересно, чего он сейчас ей говорит, а? Я вас люблю. Значит, записка предназначалась не мне, а Шурке? Да. А сестра, которая является препятствием, это я. Да, но это надо понимать в другом смысле, Галина Сергеевна. А в каком смысле нужно понимать те цветы? Помните? Или они тоже предназначались не мне, а Шуре? К сожалению, не вам. Галина Сергеевна. Шура! Колчин мне во всем признался. У тебя, оказывается, с ним роман. Поздравляю. Шура, это правда? Да. Значит, вы Колчина знали раньше? Да. Стало быть, ваш приезд сюда устроил он? Да, но... Глеб! Поздно! Глеб, но ведь я же давно вам хотела все рассказать. Я сматываю удочки. Глеб! Никогда! Глеб! Глеб! Ну-ка, когда? Кто? Ваша уважаемая Нюся. А что? Пишет. А, телеграмм прислала. Ну, значит, все в порядке. Ну? Товарищ Колчин, да? Можно вас на минутку? Пожалуйста. Вы, конечно, будете в Мурашовах. А что? Пожалуйста, передайте вот эту вот книгу Шури. То есть Александре Сергеевне. А вы сами? А я уезжаю. Куда? В Москву. Спасибо вам за все. И вам спасибо. До свидания. Что случилось в сердце строго? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну уж, тутки! А вы куда? На станцию. Вот хорошо. Поедем вместе. Ну-ка, давайте машину. Держите. К воду. Держитесь крепче. Ладно. К воду. А где Глеб? Вперед, билеты. Два билета в Москва. Один. Один билет. Сейчас должен поезд подойти. Да. Галина остается? Нет. Остаетесь вы. Я. Да. Получите билет. Спасибо. Ну что ж, прощайте. Теперь уж мы с вами верно никогда не увидимся. Отчего же? Ведь вы же теперь будете моим родственником. Как это называется? Девер, Шурин, Зять. Я не знаю. Я всегда путаю эти названия. Галина Сергеевна, я должен вам сказать, что это невозможно. То есть, как невозможно? Понимаете, есть одно обстоятельство. А, ну да, конечно. Теперь перед вами большие цели, высокие задачи. Академия, карьера. Галина Сергеевна. Галина Сергеевна. Обстоятельства. Пошло кубову. Порезвились, посекретничали, поиграли в любовь. А теперь, конечно, нужно заняться более важными делами. Какая беспечность, какое легкомыслие, как это подло, нечестно, отвратительно. Ну, знаете что? Я больше не желаю слушать ваших оскорблений. Нет! Постойте. Извольте слушать. Я вам всё скажу до конца. В последний раз. Я нас раскусила с самого начала. А потом почему-то как дура поддалась. Поверила. Товарищ Мурашова, товарищ Мурашова. Ну что, товарищ Колчин? Что вы мне ещё можете сказать? Ну, выдумывайте, сочиняйте. Что у вас за обстоятельства? Вы? Галина Сергеевна. Галина. Ну, говорите мне только правду, слышите? Джур, не врать. Хорошо? Ну? Да. Галина. 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 Вот билет. Я не еду. Мы остаёмся. Слушай, где касса? Ну, подожди, не свисти. Пожалуйста, не свисти. Мы тоже остаёмся. Да. Эй, я подал. Что делать? Товарищ, а вот билет, пожалуйста. Сердечно благодарить. Пожалуйста. Почень спасибо. Я говорю вас. Очень приятно обожаю. Время, товарищи, время. Время. Счастливо оставаться, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова